Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург или все же Ярославль. За негласный титул театральной столицы России спорят разные города. Мой коллега Иван Уваров поддерживает версию. Такой чести достоин исключительно Ярославль. Об этом он сейчас сам расскажет, а еще раскроет некоторые тайны за кулисье. Любите ли вы театр так, как люблю его я? То есть со всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом. Помните знаменитую фразу Белинского? Вот как часто мы с вами с гордостью говорим, Ярославль – родина Первого русского театра. А каждый ли из нас знает историю возникновения того самого Первого русского? Да вообще Ярославлю впору присвоить звание театральной столицы. Здесь уж во всем мы поистине первые. Ярославских купцов Федора Григорьева, сына Волкова с братьями, которые в Ярославле содержат театр, играют комедии «Привесть в Петербург». В 1752 год указ Елизаветы Петровны дошел до императрицы слух, что есть в русской глубинке труппа, дающая чересчур яркие представления. После выступления при дворе вырос Первый русский профессиональный театр. Но нет, здание актерам не построили. Это еще раньше сделал сам Федор Волков прямо на берегу Волги, а современное здание Первого русского построили в 1911. Позже площадь его расширили. Но не только Волковским славится земля Ярославская. Театр юного зрителя последние три года имени розового знаменитого драматурга. Именно благодаря Виктору Сергеевичу в 1984-м это здание появилось на площади юности. Денег на строительство не хватало. Драматург похлопотал, отправился в Москве к высокопоставленному лицу и попросил 4 миллиона рублей. По тем временам деньги огромные. Но вот явно для статуса театральной столицы этих двух историй было бы вполне достаточно. А ведь у нас и камерный театр есть, и театр кукол, и два театра в Рыбинске. Но давайте пойдем дальше. Театральным институтом похвастаться может далеко не каждый провинциальный город. А уж тем более такими выпускниками. Сейчас мы с вами здесь их увидим. Владимир Толоконников. Помните его Шарикова в «Собачьем сердце»? Выпускник Ярославской театральной школы сейчас работает в театре в Алмате. Анна Самохина, актриса и телеведущая, и вот уж неожиданность Сергей Крылов. Дева-дева-девочка моя распевал на всю страну тоже выпускник Ярославского театрального. Ну что, статус театральной столицы даем Ярославлю? Если да, то сейчас немного вместе с вами подтянем наши знания в области столь прекрасного вида искусства. И так театральный словарик у нас на очереди. Карман. Как бы вы думали, что это? Пространство по краям сцены за кулисами для хранения декораций и реквизита. Что же, давайте пойдем дальше. Колосники. Это всегда скрыто от глаз зрителя. А попросту говоря, это верхняя часть сцены. Куда уезжают, откуда спускаются декорации на сцену во время спектакля. И под финал катурные у нас на очередь. Это обувь на очень высокой подошве. Ее чаще всего надевают актеры театров кукол, чтобы рука дотянулась до высокой ширмы. Ну что же, всех причастных к храму Мельпомены с праздником. Вам хорошего вечера и вступайте в театр.